Одесса, 12 декабря 2022 года. Ночь с 11 на 12 декабря в Одессе проходит напряженно. И вот почему. Приблизительно половина первой ночи в Одессе прозвучал сигнал воздушной тревоги. И сразу же прошла информация, что сигнал воздушной тревоги дали в связи с активностью вражеской авиации в Крыму. Приблизительно минут через 30 пришло сообщение об отбое сигнала воздушной тревоги. Вчера вечером на некоторых телеграм-каналах прошла информация, что в отдельных частях города одесситы слышат канонаду работы ПВО и видят сполохи от прилетов. Ну а слава богу, это оказалось всего лишь вечерняя зимняя гроза и раскаты грома. Опасения людей я понимаю, потому что кто не пережил ракетных обстрелов, тому этого не понять. В Одессе продолжаются экстренные отключения электроэнергии. Но скажу честно, что вчера, в воскресенье 11 декабря, свет больше был в домах, чем его не было. Две новые модели украинских ударных дронов прошли сертификацию и получили решение на их эксплуатацию. Вооруженные силы Украины вчера, 11 декабря, из ракетных систем «Хаймарс» обстреляли базу врага в Мелитополе. По предварительным данным, уничтожено более 200 оккупантов. Германия передаст Украине 470 больших промышленных генераторов. Как заявил вчера президент Франции Эммануэль Макрон, Франция и дальше будет предоставлять военную помощь Украине в тех масштабах, которых она запрашивает. И будет это делать вплоть до военной победы над Россией. Как заявил вчера президент Турции Эрдоган, Турция предоставит Украине энергетическую гуманитарную помощь для преодоления тяжелой зимы. В Иране, в помещении из Факанского технологического университета, который напрямую связан с военными разработками Ирана, произошел сильный взрыв, начался пожар, очень много ученых погибло и получили серьезные ожоги. В Луганске оккупанты прикрепили к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко табличку с надписью «Российский поэт». Но тогда я пропоную называть Москву файным украинским местом, а Червонную площадь – площадь Степана Бандеры. Примите слова самой искренней благодарности за вашу поддержку в адрес моего замечательного города и моей любимой родины. Моим дорогим соотечественникам и землякам я желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите друг друга, всего вам самого наилучшего, самого доброго и даст Бог. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok